Новый учебный год для учащихся первой школы может стать небезопасным. Несколько дней назад на территории образовательного учреждения бдительные родители обнаружили факт неправильной утилизации люминесцентных ртути содержащих ламп. Их осколки были найдены на заднем дворе школы. В ртутной истории разбиралась наша съемочная группа. Для Татьяны Поздеевой новости о ртутной проблеме оказались совсем неприятными. После того, как в одной из газет она прочитала статью о халатности рабочих из первой школы, девушка даже не знает, вести ли дочь в первый класс. Мало того, что шарики, там много осколков, и я просто боюсь, что я просто не поведу ее первого сентября в школу, если там не будет проведено мероприятие. Впрочем, ни одна Татьяна обеспокоена ситуацией. Негодуют и жители соседних домов, и другие родители. Чтобы разобраться в ртутной истории, первым делом мы позвонили в школу номер один, но к телефону на протяжении нескольких часов никто не подходил. Поэтому следующий звонок в городское управление образования. Там ситуацию прокомментировать отказались. Я не могу прокомментировать. Там есть заместитель директора по хозяйственной работе. Пожалуйста, к нему обращайтесь. Выйти на заместителя директора по административно-хозяйственной части все же удалось, и наша съемочная группа отправилась в первую школу. Здесь полным ходом идет подготовка к учебному году. Зам. директора факт неправильной утилизации люминесцентных светильников отрицает. Говорит, не видел ни одной разбитой лампы. Склада у нас не было разбитых. У нас есть лампы, которые вывозились неоднократно. Здесь у меня есть акты, подтверждающие это дело, поэтому там лампы не должны быть разбитых. Там могли быть самые корпуса светильников, которые остались, бэушные. А вот на этих кадрах отчетливо видно. Разбитые лампы все же были, и не одна. Фотографии были сделаны буквально на прошлой неделе. Еще несколько дней назад здесь выселилась груда из люминесцентных ламп, плафонов и прочего хлама. Сейчас же остались лишь мелкие фрагменты, осколки, которые хрустят под ногами. Ну или вот, например, нам удалось найти такую штуку. Видно, что она из люминесцентной лампы, и даже ртуть там до сих пор еще осталась. Хотя в первой школе и утверждают, что лампы утилизировали по всем правилам, факты говорят обратное. Заместитель по АХЧ предоставил акт о приеме передачи светильников, но в документе стоит дата 6 августа. Тогда лампы действительно утилизировали в соответствии с нормами. А гора из опасных осветительных приборов на территории школы снова появилась спустя две недели, то есть 20 августа. Эти фотографии как раз были сделаны в тот день. Чтобы расставить все точки на дым, мы обратились в пожилком сервис, единственное на территории округа предприятие, которое занимается утилизацией люминесцентных ламп. Там подтвердили, за последние две недели из первой школы отработанные светильники не привозили. По поводу первой школы, первая школа 6 числа привозили 418 ламп, а больше их и не было. По всему миру ежегодно из строя выходит около 100 миллионов ламп. Не утилизированные ртутные светильники – это бомба замедленного действия. По гигиенической классификации ртуть относится к первому классу опасности, то есть это чрезвычайно опасное химическое вещество. Разрушенные или поврежденные колбы лампы высвобождают пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление. Проникновение ртути в организм вызывает поражение нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Вообще лампы, хоть они целые или разбитые, они представляют собой опасность, потому что это источник ртути. Ртутные лампы, любые, они относятся к отходам первого класса опасности. То есть там особые требования к сбору, к хранению. Как нам пояснили в Центре гигиены и эпидемиологии, очистку загрязненной территории должна производить та организация, на территории которой произошел инцидент. Следовательно, устранять последствия халатной утилизации в этой ртутной истории должно руководство первой школы. Только до начала учебного года осталось меньше недели, а сотрудники образовательного учреждения до сих пор отрицают свою вину. Может быть, но, конечно, маловероятно, что я сам лично не видел. Потому что все лампы, я видел, что все лампы разбирались и лампы мы вывозили.